Ну и что? О, видать! Наконец-то! Игнатий! Игнатий Тихих! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мир вам! С миром! Такой вопрос. Матушка ездила в Барнаул и нашла там хорошие инструменты для работы на поле. С советских времен. И просит свозить ее в Барнаул в воскресенье. Спрашиваем вашего разрешения. В воскресенье нежелательно. Время субботнего пути. А нельзя сделать это в субботу? Можно ее в субботу отвезти и остаться там на ночь. Ну вот, не знаю, как. В воскресенье нежелательно в магазин даже заходить. А нам день этот не принадлежит. Я против. Выбери любой другой день-то. Вот сегодня ее возьми и привези. Не хочется рабочей день. Нет, нет, все. Вопрос закрытый. Это хочу никакого разночения. Главное, воскресенье не поврежденное. И она здесь все, что надо сделать. Ну, машину там остатки еще не вошло, войдут. Надо, чтобы у нас эти пир... Ну-ну, говори. В субботу приедем на ночь и назад в воскресенье уедем. Так, подожди. Во сколько вы в субботу приедете? Ну, это спланируем тогда, не знаем. Пока не знаем, обговорим. А ты слышал такой Сергея Доренко? Слышал. А кто он такой? Ну, это... Доренко... Это... Журналист. Журналист, он погиб. Понятно. А как он погиб? Ну, на мотоцикле ехал, и что-то у него сердцем случилось по дороге. А вот, а верхняя часть лопнула. Как говорят, это определенно. Это Сергей Леонидович. И вот дальше его история какая. Все это просмотрел я внимательно где-то. Он такой здоровый, все как он разговаривал. Он никому не подчинялся. Он был ценный по-своему. Ну, а потом дальше его начинают заносить все дальше и дальше. Я сказал, что это будет. Он очень похож на Жириновского был. И вот он в этот день, когда погиб, он уже проехал 700 километров на мотоцикле. 700 километров. И вот, когда он ехал, главное, наружное наблюдение-то, съемки-то, показали, как он на встречное движение идет и между машинами. Но он еще не долетел до парапета, а там стена стоит бетонная-то. Он уже упал, мотоцикл полетел. Он не разбился, разорвалась аорт. А он чувствовал, таблетки разные принимал. Я как будто ни к чему говорю, к тому, что какие-то признаки чего-то где-то надо обращать внимание. Менять стиль жизни своей, со сном, с едой, с отношениями с людьми. Ведь большинство болезней сегодня понимают от нервного перенапряжения, от скандалов, которые их трясет буквально. Человек, который чем-то недоволен, он очень сильно отличается по здоровью от того, кто доволен. Он доволен, он благодарит Бога, все силы направляет на важное. А это так, кто-то там-то, я встречусь, а что с ним? Так этого конца никакого не будет. А этот подглядывает там жена, он ревнует там из-за нее. А это там враг, а там будет, и я не буду там. Я встречался с такими людьми. У меня одна бабушка, она дом купила в Искитиме. Она говорит, а вы знаете, почему я купил? А мне 25, наверное, было лет, а ей 75 лет. Я купила, говорит, из-за вас. Я слышала, как вы проповедовали, а та продавала. Я специально купила, переехала на 60 километров от Новосибирска, чтобы слышать Слово Божие всегда. Добрая-добрая такая. Эфимия звать. А муж у нее Эфим. И он приехал, когда его не было, приехал. И он стал меня буйно ревновать к ней, к бабке. Ну, явное дело, что что-то не то делается-то. Ах, где он что-то где-то видел, что-то как-то, ничего нет. И вот он стоит, когда на пригорном едешь-то, на улице Пурга. И он, я говорю, зашел билет покупать. Он меня увидел на Пургу, выскочит, будет стоять один. Если в храме он обернулся, а я сзади, он вперед как ринется, и впереди сколько было, как домино, все падают. Его и дети уговаривали. Отец, ты что, с ума сошел, что ли? Ты что делаешь-то? Посмотри, какие девушки тут, то, другое. Что бы он со твоей старухой-то делал-то? Ну, и она тебе изменяла когда-то? Нет, ну почему? Сатана. А он старобрядец. Это старобрядческий, когда мы были. Вот какое дело. Так что, держи себя как. Вот я сказал, воскресенье никак, никак, никуда. Дома ты можешь там на поля съездить, там пособирать ягоды. А для труда, это для труда покупки. Тебе можно в магазин не заходить даже. Я ни разу не заходил, за всю жизнь. И ничего, обошелся. Ведь как себя поставить? Хорошо, спасибо. Да. Я знаю, ты Бога любишься, имеешь страх Божий. Привяжай я сегодня, сейчас. Вот сейчас прям пойди, хватай и вези сюда, как краденую невесту. Батюшка отпустит. Возьмешь, да возьмите, возьмите. Хорошо, это мы с ней обговорим, и в воскресенье все понятно. В воскресенье понятно. Отпадает. Остальные дни отпадают. Сегодня четверг. Приезжайте. Приезжайте. Володя-то, может быть, в Устинах в это время молока мне маленько возьмет. Я возьму. А потом высчитает с меня сколько? Спаси Христос. Аллилуйя. Да, аллилуйя. Ну что, ждать вас сегодня? Сегодня уже нет. А почему сегодня нет-то? Когда вы приедете, как раз и все будет. Еще время-то в 7 часов нету. Вы уже в 10 часов будете. Да это не от меня зависит. Может, ей сегодня... Нет, ты с ней поговори. Может, она и с ней... Поговори, приезжай, я тебе советую. Сегодня день такой подходящий. Володя, молочка маленько, толкни с ним. И все. И Ирина, скажи, я... Все это? Ну, рассчитайся там, что там. Все, отговорим тогда. Все, спасибо Христос. И ко мне обязательно сюда заедете, чтобы я кое-что с вами послал, может быть. У нас все нормально, все хорошо. А. У нас все нормально, все, работа делается и получается, слава Богу. Так, вчера у меня радостное известие было. Женщина, которая нам всегда помогала, ее нету на работе, она декретный отпуск. Ну, это я уже знал раньше. И секретарь, мы знакомы, и каждый год они нам помогали. Помогали очень хорошо. То есть, все, что я напишу. Вот написал, мне нужно 12 мешков муки, там, первый сорт или какой, по 50 килограмм. Все будет. Вот сколько надо. Я написал, масло растительное надо 80 килограмм. А она привезла 160. Представь, я всем раздаю. И вдруг секретарь ушла, и ее нету. Я подумал, с новым секретарем так мало виделся. Но вчера позвонил, и поговорили, разговор хороший. Она говорит, я не знаю, и, видимо, не сказала, что за телефон. Но можно написать. Я сел сразу, у меня там готовое было, там подправил. И четыре странички. И сразу взял Любовь Николаевну. Я-то не слышу, она у меня как проводница-то. И мы с ней сходили. Сходили. Ну, я говорю, вы передадите. Ну, как это? Я говорю, ну, вы сделайте это, чтобы она знала. А перед этим я от московской организации, она всемирная организация. Они ищут добрых людей. Добрых людей. Вот эта организация какая. И они выдают грамоту, меценат столетия. То есть помощник другим за целое столетие отделился-то. Ну, я о ней сказал. И ей сделали такой снимок. Мне дали несколько штук, кого я знаю, чтобы я мог сделать. Ну, я дал Елене Гладещук. Я говорю, как-то пойти надо. А она тут же сделала рамку красивую. И перед этим ей это передали. Ее мне не стыдно хоть где повесить. Меценат столетия. У меня, я тоже награжден этой грамотой. Международная организация. Называется меценат столетия. Меценат это, знаете слово, помощник везде. Благотворитель. И вот звонит секретарь. Ее точно так же звать, как директора Елена. Я, говорит, отдала уже все. И она ответила положительно. Понимаешь, как... А я не могу раньше выехать. Я же сижу-то здесь до чего сейчас. Я жду, когда можно. Потому что речь связана с лагерем. А лагеря-то нет. Я это все пишу, как у нас. И она мне только один вопрос, говорит, задала. Возьмете, нет детям, конфеты? А что не взять-то? Возьмем. И когда... Это позапрошлом году уже было. От нее приехала комиссия. Журналистом или кто. И они снимки делали для своего календаря. И чтобы меня сфотографировать с голубями, с этой... С Гавриловной. То они привезли голубей с собой. Ну, они привязаны за ножки. Такие ручные голуби. И вот она прислала. И они везде все смотрели. И тогда, которая у них в этой комиссии, как главная, меня отозвала в сторонку и конверт подает. Я говорю, а что это такое? Ну, вот директор вам послала конверт. Я открыл, а там деньги лежат. Я говорю, а что это такое? Вам. Да это я вам должен, и вы мне. Нет, она сказала вам отдать. Вот представь, какие люди есть. И однажды привозят меня разгружать. Я говорю, а это пляги еще, а вам? А что там? Мед. Как мед? Я не заказывал. Она говорит, вы сахар писали, сахара нет. Она говорит, на пасеку отправили. Четыре фляги по 38 литров полные. А это мед-то тяжелый, там больше полсентиров каждое. И запломбированное. Четыре фляги. Я говорю, так фляги возвращать? Так что какую-то возвращать? Нет, конечно. Вот представь себе. У ней нет этого, что я заказал. Заказал как-то овсянки. Овсянки у них нет. Так она в другой организации закупила, приложила, и машина привезла. Вот какие люди-то есть? И почему они мне встретились-то? Вот когда начинаешь все смотреть, у Бога все предусмотрено. Я пришел как-то в Потеряевке, там кто там был, и сказали, надо целопану. Ну а сколько целопану-то на нашей грядке-то? Ну метров семь. А рулоны-то большие? Вот такие вот прямо большие рулоны-то. Ну я пришел, заявление подал там, где их продают-то. Ну сказали, идите там, получайте. Гляжу, рабочие несут, а один рулон, его не поднимешь. Вдвоем несут один рулон, второй. Я говорю, вы что делаете? Это куда? Начальник сказал, вам отдать. Я просил отмотать семь метров. Нет, говорит, сказал, семь рулонов дайте. Это Володя знает, сколько мы лет там из всех снабжали, и везде пруды, говорят, замызгали. Это что такое-то? Но дело-то еще вот в чем. Проходит неделя или кто-то, и который там грузчик, и говорит, нас начальник вызвал, такой разгон дал. Я говорю, как мог дать-то такое, семь рулонов, это же много. Я говорю, так вернуть? Нет, он сказал, раз уж отдали, не надо. И вот у меня все время, я обращусь, пришел, я говорю, мне надо гвоздей. А они там делают, завод такой, разный металл там у них есть, как-то такое название там, металлическое. Вот бак, который стоит в лагере, они. И он, я не знаю, килограмм 300 или 500 дали, наверное. Я сколько тут раздавал их. Это не, даже вообразить нельзя. Вот я пришел в этот, в краевую администрацию, а там такой человек сидит, Аксенов Павел Петрович. Мы знакомы с ним давно уже были. И вот, что пришел? Вот такой разговор у него. Я говорю, да вот, муки надо, муки нету. А тут около него один стоит, он, так, слушай, Иван Иванович, ты помирать думаешь? Мужик сразу опешивал, он говорит, вот тебе человек, бери иди в коридор, как будто человека тут убивать его будет. Он вышел, а вы кто такой? Думает, киллер какой. Я говорю, начальник детского лагеря. А, так муки надо, а сколько надо? Я говорю, а сколько может? Ты говори, сколько надо, еще, еще тебе надо-то. Я говорю, матрасов нету. Сколько надо? Ну, матрасов 50. Будет сделано, где бы, адрес давай, куда везти. И муки, и всего дал. Это вообще, даже, вот начнешь разговаривать, люди не верят. Это все, ну и так, и все, что не начнет, и успеет. И вот Бог дает таких людей. Я знаком с разными директорами, а когда уезжал, тут Надежда Павловна была такая, Егоренка. Вот. И я ее оставил. Она идет, придет на завод какой-то, или магазин, там тысячи вещей. Около Старого Базара. Но кто такая-то? Я от Лапкина сказал. От Лапкина? А не, а что вам надо? Она говорит, там ночные горшки начинает. Они все скорее вытаскивают и дают. Это вообще. Разговаривая я, это человек в Испании. А вам сразу же она, она католичка. Вам помощь какая-то нужна, может быть? Да так вроде нет. Ну, я вам деньги вышлю. Ты завтра евро вы столько, что мы купили, которые у вас там в Потеряевке. Ну, как плита большая или что-то, комбайн его называют. Совершенно незнакомый человек. Вот, когда все это перед глазами держишь, как велик Господь. Ты только доверься Ему. И прежде вашего прошения он знает просьбы. Вот вчера, когда мне за раз в один день, и уже договорились, они сейчас будут собирать, где, говорят, а может через неделю уже привезут. Теперь мне надо будет обратно увезти только. Это надо бы сюда пригнать. Не знаю, как сделать. Газель. Я тогда скажу. Поговорить с кем-то надо. Как-то на вас переписать. Доехать. И мешки загрузить. Может кто-то из людей будет. Ну, это ближе к 10 июня. Это надо платить страховку, а страховка большая платится. Да не надо страховку. Чтобы его туда включить. Не надо. Один говорит, я никогда не плащу. Говорит, штраф в пять раз дешевле. Еще я буду платить. А поймают или не поймают, еще неизвестно. Ну, вот так, дорогие мои. Как мы находимся здесь? На газели можно не обращать внимания. Проехали так. Проехали туда-сюда. Да. Все, доехали, обратно поставили. А мне около тонны сразу продуло. Боже, на семь человек сиденья. Мы же когда думали, что покупать на миссионерские поездки. Долго советовали. Там живет Игорь Глушков. Он настоял. Говорит, прицеп это очень... Намного не ложишь. Прицеп должен в два раза меньше весить, чем машина. Минимум в два раза. Иначе она тебе прицеп будет главный над тобой. Ты не затормозишь ничего. И поэтому купили без прицепа. И она с нами прошла 120 тысяч километров. До Владивостока, с Барнавула, в Португалии, в Государство, в Скандинавии, в Прибалтиках все прошли. В Швеции сломались. Оказалось, у них там деталь, шестеренка, которую ульяновский завод делает. Ульянов мне из могилы еще повредил. Паразит. У вас, Игнат Тихонович, у вас еще есть второй вариант. Вам Андрей каждый год помогает головач машиной. Да, я подумаю об этом. На машине он не поедет, а Лена поедет. А она все прибрала к рукам. А она на перехвате. Вот надо же, пришла не так давно, буквально все подобрала. И вот эта запись ведет. Я через неделю только отдам в администрацию, там поставят. А она в этот день ставит все, что снимает. И вот где было, куда-то ехать, надо батюшку встречать. Она все захватила. Вот прямо везде все. Все везде ведет съемку. И тоже выставляет. И во время собрания, и во время проповеди моей. Везде. Узнала, что я, что-то у меня болел, глаз болел. Так она тут у меня по поликлиникам, по больницам везде. И еще питаться должен. И следить за этим. Вот человек какой. Она активная. Очень активная. А Андрей, о котором говорим, он образовал свое хозяйство. У него 50 крупного рогатого скота сейчас. Вот так. У нас сколько полторашка стоит молоко? 150. А, нет, 3 литра. 3 литра. 3 литра 150 рублей. А, вон так. Пластик 120. А это полторы литра. 120 сейчас. Было 100. Сейчас 120. Это они так, да? Да, да. Ну тут дороже, не пасут. Не пасут, поэтому все, кормежка и другое идет. Хорошие готовят. Хороший творог, хорошая сметана. Я попробовал. Вон, видишь, Надежда Васильевна машет вам. О, так. Я не вид. Как там шарик-то? Отлично. Стоит. Несет свою службу. Ремни белый. Белый кот. Белый кот не отходит от нас. Все время как хвости. Везде за нами. Он боится, наверное, да. А эти кошки твои трое-то. От меня никуда. Куда-то я туда. Я их прикормил тут. Вчера одна черная, четырех принесла. Ну, их нет. Ну, все. Слава Богу. Вот мы живы-здоровы. Так, сейчас я 30 минут в рулетке буду. Но если ничего нет, я жду сегодня. Так, брат Николай. Перезвоним. Давай, перезвоним. Все, отошел. Я перезвоню. Давай. С Богом. Спасибо, Христос. С Богом.